Приветствую вас, если честно, то не знаю, как вы отреагируете на то, что я вам сейчас скажу. Ну, надеюсь, что если вы пришли сюда за помощью, за помощью всё-таки реальной, то вы, надеюсь, прислушаетесь к моим словам, потому что они, ну, безусловно, не претендуя на ищину какую-то окончательную, да, всё же несут в себе, ну, такой смысл, чтобы помочь вам разобрать ваши проблемы. И так, во-первых, чисто визуально, если сравнивать вас с знакомым ростом 171 см и с вами, у которого рост 168, так вот, чисто визуально, рост этот отличается, ну, не так с фильмом. То есть, да, конечно, если вы станете рядом, будет видно, что он выше, будет видно, что вы ниже, но по сути, по сути, вот, это не так визуально важно. Сами посудите, ну, рост идет о 3 см. 3 см, это, конечно, как бы не то, чтобы незаметная разница, но это, как бы, не такая разница, на которую вообще стоит обращать внимание. Дальше, вы пишите о том, значит, ну, далее вы пишите о том, что за 25 лет жизни никто не поддержал инициативу дальнейшего знакомства, а инициативу более глупых и чудаковатых поддержали. Естественно, у них у всех рост выше меня. От русских девушек, даже ростом 157-162, так и не получил, в ответ, взаимно с 3-2 тысяч. Ага, понимаете, в чем дело? У меня складывается такое, очень стойкое ощущение, что вы, ну, не в том направлении двигаетесь, не на то обращаете внимание. Понимаете, я не буду говорить вам, как, например, мой, ну, моя коллега, да, говорить вам о том, что проблема роста – это проблема мужчины, и я не буду вам этого говорить, потому что, ну, понимаешь, что в данном случае, как бы, не очень уместно. Я хочу сказать вам немножко другое. Видите ли, девушкам на самом-то деле им, по сути, все равно, какой у вас рост. Вот знаете, Черчилль, если знаете такого, был низеньким, был толстеньким и был лысым, но при этом у девочек он пользовался очень большой популярностью. То есть девушка смотрит не на рост, на чат. Всегда и везде девушка смотрит на то, как человек себя ведет, на то, как он относится к ней, на то, как он относится к вам за себе. И девушка смотрит на поступки, на манеру общения, на манеру поведения, на модель поведения. Вот это для девушки важно. И если у вас не было, как вы говорите, взаимности с девушками, то есть ни одна из девушек вам не отличала взаимностью, то это связано не с ростом, а скорее с тем, как вы себя ведете. То есть что-то в том, как вы ведете себя, девушкам не нравится. Что-то в том, как вы позиционируете себя, как вы проявляете себя, девушек не устраивает. И вот, собственно, в этом направлении вам и нужно думать. Я полагаю, что вы, во-первых, в первую очередь, обращаете внимание на рост. То есть вы не один раз сказали о том, что выше вас и так далее. Почему вы считаете, что человек, если он выше, он привлекательный? Понимаете, это ошибка, это стереотип. И очень важно понять, откуда этот стереотип у вас. Да, с вами происходили определенные события, это безусловно. Эти определенные события, они с вами были, конечно же, и вы восприняли их через что? Вы восприняли их через свое собственное понимание. То есть вы были не уверены в себе, в человеке. Вы раньше сомневались в том, насколько, например, мешает вам ваш, допустим, возраст или нет. И когда у вас произошла неудача, когда вам девочка отказала, например, в отношениях, вы стали думать, что все дело здесь в росте. Но вы обратили внимание именно на это. Возникает вопрос. Почему? Вот почему вы обратили внимание именно на этот момент? Ни на какой-то другой. Ни на момент, например, того, как вы себя ведете. Ни на проявление, например, там, своего, своей, точнее, музерственности. Ни на, ээээ, на позже-напористость. Ни так далее. А чем еще, кроме роста, отличаются от вас те мужчины, например, которые, по вашему мнению, ну, были, да, более успешны в отношениях девушками, чем вы? Чем еще они отличались, кроме, вот, роста? Попробуйте об этом подумать. Попробуйте ответить себе на этот вопрос. Что еще они делали такого? Вот вы позиционируете их, да, вы позиционируете их, как, ну, как хуже себя. То есть, по вашему мнению, они хуже вас. Но получается, в чем-то они вас лучше, раз отношения с девушками у них более успешны, чем у вас. И это не рост. Еще раз повторю. Дело не в росте. Дело в том, как они ведут себя. Как они позиционируют себя. Как они относятся к женщинам. И вот это то, на чем вам необходимо, ну, на самом деле, ээээм, концентрировать свое внимание. Потому что это самое важное здесь. Именно то, чем еще отличаются мужчины от вас. И вот этого, скорее всего, вы девушкам не даете. Дальше. Когда девушки отмечали вам невзаимностью по вашим же словам. Они что, говорили вам как-то, что дело все в росте? Не думаю. К росту человека, вот, чисто визуально, очень быстро привыкаешь. Если по началу, может быть, рост как-то заметен, особенно, ну, там, в сравнении с другими людьми, да, в сравнении с другими мужчинами, то очень быстро это пристает. Замечательно. Почему? Потому что образ человека, он больше чувственный и ассоциативный. И образ человека никак не связан с его ростом, если он, только этот рост, не выставляется на показ и не связан с чем-то таким ярко-негативным, например. Ну, для примера можно привести вот ситуацию, может быть, она пока что вам немного странной, но, тем не менее, вы знаете, в фильмах ужасов все маньяки, они достаточно высокие. То есть рост это угрожающий. И когда человек, например, описывает опасного человека, да, опасного для себя, он говорит, он уже высокий рост. Рост здесь угроза. Рост здесь запоминается именно в связке с угрозой, это да. Но если говорить про человека вообще, то рост никакого значения не имеет. И я надеюсь, что вы это сами для себя, по крайней мере, из моих слов, по крайней мере, из тех слов, что вам, ну, сказали мои коллеги, вы это для себя уясните. И уяснив, вы начнете двигаться в немножечко другом направлении. Смотрите, по сути, что происходит. Своего роста изменить вы не сможете, как бы не хотели, но вы не сможете изменить свой рост. Значит, его нужно принять, а над собой, в контексте себя, необходимо, ну, желательно работать как раз в других направлениях. То есть, развивать, условно говоря, свои какие-то там сильные стороны, например. Работать над тем, чтобы ваши сильные стороны превалировали над негативными сторонами. Работать над тем, чтобы, ну, как бы, ваши достоинства, ваши плюсы были более заметны. И это то, что вам нужно делать. Это та ваша рекомендация, которую я хотел вам выдать. Но ситуация заключается еще и немножечко в другом. Ситуация заключается еще и в том, на самом деле, что у вас есть некая такая, знаете, проблема. Проблема в, как вам, опять-таки, указал моя коллега, в, ну, в каком-то таком, в градации людей. То есть, вот, как-то вы их различаете, как-то вы их понимаете, как-то вы их отделяете одного от других, ну, не совсем положительным, не совсем конструктивным, на мой взгляд, контекстом. То есть, нет ощущения, что людей вы воспринимаете как-то вот, ну, позитивно, что ли. Тогда возникает вопрос, что заставляет вас, людей, воспринимать негативно. И ответ на этот вопрос, я думаю, заключается в том, что вы в уме души сами себя воспринимаете как-то негативно. И если это так, если это действительно так, то нужно, чтобы вы сами для себя постарались определить, а что же мешает вам воспринимать позитивно себя. Какие моменты мешают вам воспринимать именно себя более позитивно, чем, например, ну, чем вы можете, чем вы, там, скажем, ну, чем вы должны, чем вы достоинцы, чем вы заслуживаете. Чем это обусловлено? Вот об этом я и хотел бы, чтобы вы подумали, чтобы вы хотя бы сами для себя это постарались выяснить. Если выясните, то, я думаю, проблем никаких у вас не будет. Ну, то есть, по крайней мере, у вас появится возможность для того, чтобы как-то их разрешить. То есть, разрешить свои проблемы, ну, более, более, скажем так, уместно, более, скажем так, правильно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы возникли, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.